С нами на связи Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. Здравствуйте. 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 Хотел бы начать с того, что происходит на востоке Украины. В сети появилось уникальное видео уличных боев в Бахмуте. Там показано, как пограничники луганского отряда уничтожили место сосредоточения вагнеровцев. Я прошу, если это видео есть, поставить режиссеров. Вот они там на этом видео просто расстреляли врага из гранатометов. Нашли, где он находится. И причем вот только на этом направлении уничтожают до сотни врагов ежедневно. Как вы оцениваете то, что сейчас там происходит? Ну, я могу сказать следующее, что на сегодняшний день идут действительно тяжелые бои в районе Бахмута. Дело в том, что враг бросает достаточно серьезные силы. Российские войска подходят вместе с вагнеровцами. Но, тем не менее, они сталкиваются с достаточно серьезным таким ожесточенным сопротивлением украинских войск, которые ведут борьбу фактически, ну, скажем так, хотел сказать за каждый дом, но тяжело сказать, потому что все разрушено российской артиллерией, российским тяжелым вооружением. И, конечно же, вот там происходит одна часть боев непосредственно в районе бывшей городской застройки, потому что подчеркивает того, чего осталось. Второе – это то, что ведутся бои на окраинах Бахмута с северной и южной частей, где российские войска безуспешны, но они все же продолжают и пытаются замкнуть кольцо вокруг Бахмута. Им это не удается, потому что украинские войска отбрасывают и достаточно-таки серьезно отталкивают силы противника. Но, тем не менее, они продолжают. Российские войска понесли сокрушительные потери на бахмутском направлении. Это касается уже не только вагнеровцев. Это дело в том, что помимо вагнеровцев там на сегодняшний день находятся уже и парашютно-десантные войска, а также там находится мото-пехота, которая тоже продолжает вести боевые действия. Несут потери уже сокрушительные и они. Но, тем не менее, уже вопрос Бахмута стал для российских войск еще и символическим вопросом, поскольку они понесли огромные потери в боях за Бахмут. Они ведут достаточно кровопролитные бои уже несколько месяцев. И, ну, фактически в той или иной степени бои за Бахмут, они идут уже практически 9 месяцев. Необходимо понимать, и российские войска не могут достичь никакого успеха на этом направлении. Поэтому для них это уже стало вопросом символа никаких-то военных достижений, никаких-то там тактических, оперативных и так далее. А исключительно вопрос поставить галочку о том, что они все-таки смогли достичь победы. И обратите внимание, что прошел год с момента полномасштабного вторжения, и какая прошла эволюция с российскими войсками. От захватить Киев за три дня и взять под контроль всю Украину в тот или иной способ, до того, чтобы взять Бахмут за 9 месяцев. Знаете, и вот я читаю тоже много про Бахмут, и один боец очень хорошо сказал о том, что мы вот где можем, мы держим территорию, где не можем, тоже держим. Ну, собственно говоря, так все и происходит на самом деле, потому что, ну, ценой сверхусилий, которые демонстрирует украинская армия, ну, в принципе, и удается сдерживать этот весь натиск. Я хочу напомнить, что еще где-то, наверное, в конце февраля российские войска уже думали о том, и они уже готовили даже, в принципе, и пропагандистские ролики о том, что уже Бахмут взят, и он пал. И украинские войска отходят, а российские войска наступают. Но все это пришлось отложить. Но они, конечно же, поспешили сначала об этом сказать, что там в районе самолета удалось проехать одной машине с российскими военными, и потом, ну, я имею в виду в районе самолета в Бахмуте, и потом сказать о том, что якобы уже центр контролируется, и все захвачено. Но, тем не менее, успехов нету. Вы знаете, вот говорили сейчас мы о потерях российских войск. Вот за немногим больше, чем за год войны на территории Украины погибли две тысячи российских офицеров. Это по данным осинпроекта «Killed in Ukraine», да, вот убитая в Украине. По открытым данным они собирают эти данные, вот, и это цифра на 28 марта. Вот еще совсем недавно называлась, буквально месяц назад, называлась цифра 1800. Хотя эксперты считают, что цифра это больше в несколько раз, вот. Но реально, в войсках РФ уже реальный кадровый офицерский голод. Но ведь есть и обратная сторона медали. Чем больше гибнет старших офицеров, воспитанных еще в советских военных училищах и академиях, тем больше на их место приходят и неучи, и современных учебных заведений. Это добавит проблем армии оккупантов, как вы считаете? Дело в том, что мы видим, что действительно состав офицеров сокращается. И это, конечно же, добавляет. Безусловно, добавляет, поскольку необходимо руководить. А есть случаи, и достаточно много случаев, когда те же мобилизованные, они нарекают и жалуются на то, что офицеры их просто оставляют под огнем, достаточно серьезным, под которым они находятся, и которым их поливает украинская армия. Они просто уходят, отбывают свои штабы, уезжают, бросают личный состав. Достаточно много таких случаев. Но я вам скажу, что офицеры – это один индикатор, это один показатель. В целом, мне кажется, что российская армия все же постепенно истощается. То есть заметно, что они, несмотря на то, что сейчас еще определенная инициатива сохраняется для российских атак, но в целом заметно, что они выдыхаются. И со своим наступлением и в районе Бахмута, и в районе Авдеевки, и на запад от Кременной, Купинск, кстати, если обратить внимание, какие были ожидания у российского командования, очевидно, выйти туда и сразу, как они думали, снести линию фронта по реке Оскол. Ничего не удалось. То есть в целом заметно, что не только офицерское звено, которое страдает, но в принципе мы видим, что страдает, в общем-то, и вся российская армия на сегодняшний день от того, что они истощаются и несут довольно серьезные потери. Более того, как я уже говорил, если раньше они опирались исключительно там сейчас на мобилизованных, бросали их сейчас, они бросают в бой и остатки тех подготовленных частей, которые еще были. Это касается и десантников, это касается и морской пехоты, и неудачных штурмов под угледаром, это касается и других родов войск. То есть в принципе это свидетельствует о том, что проблема действительно существует серьезная как среди офицеров, так и среди рядового состава. Но вот сейчас, то есть опять же, мы возвращаемся к тому, что и обсуждали ранее. То есть что я имею в виду? Мы обсуждали угледар и говорили о том, что генерал Мурадов за это получил повышение. То есть его за это повысили и наградили. Но сейчас же все больше информации начинает появляться из различных источников, что того же Мурадова отстранили от командования. Но опять же таки... Наверное, на повышение пойдет, скорее всего. Да. Но опять же таки Мурадов больше не командует, кто приходит на его место. Сейчас тоже появляется информация, что российские войска, те остатки, которые есть, их под угледаром готовятся к каким-то наступательным действиям. В ближайшем будущем они сделали паузу, видимо, накапливали еще какие-то остатки сил. По тем же, в принципе, планам. То есть те же планы лобовых атак. Это я к чему веду? К тому, что меняются персонажи, не меняются подходы. Они все те же. Оно и не может быть очевидно по-другому, потому что такая система была сформирована годами в российской армии. Ну, то, что вы сказали, они выдыхаются. Знаете, когда-то мой преподаватель еще по тактике говорил, там, смесь бульдога с носорогом, когда бросают в прорыв, там, не мотопехоту, не подготовленные подразделения, собирают всех подряд уже, всех, кто есть, да, десантники, морские пехотинцы какие-то там с Тихого океана. То есть вот это уже вот разнородность, она ведь тоже не позволяет ни взаимодействия организовать, да и, в принципе, эти люди тренированы для совершенно другого. Восстанавливаем связь с Александром Мусиенко, руководителем Центра военно-правовых исследований. И мы сейчас говорили о том, что происходит в Бахмуте, о том, показывали, как пограничники луганского отряда уничтожили место сосредоточения вагнеровцев. Они подобрались достаточно близко к этому дому и просто расстреляли из гранатометов. И говорили, что на этом направлении уничтожаются до сотни врагов ежедневно. А также о том, что погибло уже на этой войне, по крайней мере, по открытым источникам, по данным АСИНД, проект есть такой «Killed in Ukraine», убитое в Украине, убито 2000 российских офицеров. Хотя наши все эксперты и многие западные считают, что эта цифра намного больше. Но в российских, тем не менее, войсках уже достаточно большой кадровый голод. И на место даже убитых офицеров приходят уже фактически неучи из современных учебных заведений. И это все вот в армии создает такое, как говорили, знаете, разброты шатания.